Музыка Старинные самарские особняки. Многие из них впервые увидели свет на рубеже двух эпох в самом начале 20-го столетия и шли вместе с нашим городом сквозь войны и революции. Мы продолжаем рассказ о них. И сегодня поговорим об очередном таком здании, визитной карточке нашего города. Речь пойдет о знаменитом особняке Наумова. В самом центре города, на улице Куйбышева, напротив Струковского сада, стоит это величественное серое здание с колоннами. Множество людей проходят мимо, тысячи машин мимо проезжают, даже не зная его историю. Особняк Наумова. Пожалуй, это все, что может сказать об этом доме почти каждый второй прохожий на улице. Но мы начнем с самого начала. Перенесемся на стык двух эпох. Итак, на дворе 1900 год. И видный деятель, предводитель дворянства Александр Николаевич Наумов решает строить собственный особняк в самом центре города, на улице Дворянская. Александр Николаевич Наумов – это человек нестандартный для Самарской губернии. Обычно в Самарской губернии, как и во всех других регионах России, дворянин был дворянином, купец-купцом, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Наумов женился на купчихе, получил огромное приданное, ну, как кусочек приданного – это село Рождествено. Поэтому ему хватило средств на создание очень крутого особняка, который по замыслу архитектора и владельца должен был выполнять не только домашние функции, но и функции представительства. То есть он был губернским предварителем дворянства на момент строительства особняка, и поэтому хотел иметь возможность собирать людей у себя в особняке, проводить балы, мероприятия, встречи и так далее. Строительство начинается под самый закат XIX века, летом 1900-го. Землю на Дворянской, ныне улице Куйбышева, на Умах выкупает у еще одного весьма до сих пор известного и популярного самарца – пивного короля Альфреда фон Вакана. А проектирует будущий особняк человек без всякого преувеличения с мировым именем. Знаменитый на всю Российскую империю самарский архитектор Александр Александрович Щербачев. Пожалуй, самый известный самарский архитектор дореволюционной эпохи умело работал в самых разных стилях. У него есть хорошие особняки в псевдорусском стиле, он работал в рамках модерна, он использовал неоклассику, то есть у него настолько разнообразные подходы, что фактически любое желание заказчика могло быть качественно реализовано в результате. Из воспоминаний Александра Николаевича Наумова. Щербачев, окончивший одним из лучших курсов Императорской академии художеств, Ученик Бенуа попал в городские архитекторы в Самару, женился на дочери бывшего известного самарского головы Алабина и обжился там, заплывая мало-помалу провинциальным жирком. Познакомившись с его бывшими работами, я уверовал в его способности и захотел предварительно оживить его несомненный, но былой, ныне осамарившийся талант. Автор множества зданий, можно сказать, создатель неповторимого облика исторического центра, старой Самары, в числе его работ, например, особняк Клота, Самарский кафедральный собор, здания Государственного банка и другие. Так вот, этому без лишней скромности знаменитейшему архитектору была поставлена задача разделить будущий дом на две части. Одна бы уходила вглубь квартала и была предназначена для домашних, для семьи Наумова, а другая выходила бы окнами на фасад, непосредственно для работы по представительской части. Дворцовый характер зданию придавали фронтоны, обрамление окон, детали балконов и лоджии и такая рваная поверхность каменной кладки. Над массивным и строгим пьедесталом первым этажом возвышался более легкий и нарядный второй. Особую красоту и изысканность фасаду придавали кованые решетки, ворота и кронштейны. Фасад с очень высоким качеством был облицован естественным штучным известняком. Изначально под идею строительства особняка было взято здание Гранда Пера, это парижский театр, который близко похож вообще-то по стилю оформления на особняк, использованный Наумовым для своей работы и жизни. И он должен был производить такое величественное впечатление, что, собственно говоря, он и делал. Здание было построено из белого жигулевского известняка и, к сожалению, из-за этого выбора оказалось сейчас непрезентабельным, потому что изначально белый жигулевский известняк очень быстро становится темно-серым, невзрачным камнем. Поэтому скажи сейчас кому из самарцев, что изначально это было белоснежное здание, никто не поверит. Кстати, вот еще одна интересная особенность. В те годы бытует мнение, что волжский известняк не пригоден для возведения подобных массивных и величественных построек. Наумову пытаются отговорить, переубедить. Да и шутка ли, в распоряжении его были изрядные суммы и сырье для строительства могли привезти хоть с Урала, да хоть и с Франции. Однако нет. Александр Николаевич, как в те годы выражаясь, даже при своих капиталах оставался патриотом и настоял, чтобы дом был выстроен именно из добытого на том берегу волжского известняка. Кто критиковал, что именно ему говорили, их теперь уже не сыскать. А особняк, вот он, стоит и по сей день. Такая вот любопытная история. Наумов и сам по себе был человеком очень нестандартным даже по своей работе. Он один из крайне немногих уроженцев Самарской губернии стал министром Российской империи. Многие до него пытались как-то подняться на российский уровень, но у них не получалось. Он был министром, к сожалению, недолго, потому что отвечал за снабжение российской армии продовольствием в годы Первой мировой войны. Ну, очевидно, что это должность на убой, так как ответственность за обеспечение армии продовольствием это одна из самых напряженных во время любой войны. И снег, и ветер, и звездочной полет Меня мое сердце в тревожную дарь зовет И снег, и ветер, и звездочной полет У него было прекрасное ощущение перспектив, прогнозировал он великолепно. В 1917 году, когда начались революционные события в феврале 1917 года, он переехал в Питер, когда произошли октябрьские события, переехал за границу и благополучно жил в США до своей кончины в 1350 году. В 1962, по-моему, его супруга, опять же, пользуясь достаточными средствами, оставленными для существования, даже издала его мемуары о его жизни. И в мемуарах он вспоминал о том, как учился в одном классе с Володей Ульяновым. При этом на год старше их в этой же Симбирской мужской гимназии, которую он заканчивал, учился Саша Керенский. То есть, два будущих руководителя государства российского, Александр Федорович Керенский и Владимир Ильич Ульянов-Ленин, они были, ну, фактически, однокашниками или, как сказать, одноклассниками, почти одноклассниками Наумова. Поэтому он, можно сказать, что он знал элиту российского государства с детства. Вот. А, кстати, директором этой гимназии был отец Александра Керенского. Так что все в России было очень тесно. Ну, а дальше, дальше была революция. И новая власть, установившаяся в Самаре, власть трудящихся, просто не могла не наложить руку на величественный особняк, доставшийся молодой советской республике в наследие от, как тогда модно было выражаться, старого режима. Так у здания началась новая судьба. В 1917-18 годах в нем располагался Самарский губысполком. Затем Ревком, революционный комитет под руководством Валериана Куйбышева. Потом роскошные кабинеты занимают чекисты. В 28-м здание вновь меняет квартирантов. Теперь сюда въезжает Совет профсоюзов. В 36-м его вновь перестраивают, избавляясь от излишней, как тогда казалось, роскоши. А 4 ноября 1938 года к 21-й годовщине Великого Октября в особняке открывается дворец детей, пионеров и школьников. Здание было реставрировано и туда переехал созданный в другом месте пионерский такой пионерско-юношеский клуб, если так можно выразиться. Там много было учреждений внутри него, это такой был комплекс. Поэтому он и стал дворцом пионеров. Слово дворец пионеров как раз тогда, в общем-то, и объединяло своим названием вот этот комплекс организации. Достаточно, например, сказать, что театр юного зрителя был кружком дворца пионеров, он вырос оттуда. То есть дворец пионеров стал такой квинтэссенцией большого количества самых разных организаций, которые были связаны с пионерским движением, с детскими какими-то движениями Самары. Косвенно оказался связан с завершением истории скаутского движения. Поэтому, конечно, здание весьма любопытное. В год Великой Отечественной, когда наш город стал запасной столицей и центром принятия многих решений на дипломатическом уровне, в особняке Наумова размещается самая влиятельная и важная для нашей страны дипломатическая миссия английская. Если официально дуаеном, то есть самым старшим послом в Самаре считался иранский посол по времени вручения верительных грамот, то реальным все понимали являлся именно британский посол. Поэтому именно в этом здании как бы сосредотачивалась вся система взаимоотношений дипломатии, которая развивалась в нашем городе. Там издавалась, готовилась вернее к изданию газета «Британский союзник». Там организовывались вопросы поставок Лен-Лиза. Там организовывали визит Черчилля в Москву. Там происходили важнейшие встречи по созданию Второго фронта. То есть это здание оказало огромное влияние своим пребыванием там британского посольства на ход Второй мировой войны. Ведь и в это выражаясь можно сказать дворянский особняк за стенами которого когда-то в начале 20 века решались серьезные государственные вопросы вновь стал важным звеном. На этот раз звеном в наших отношениях с союзниками по антигитлеровской коалиции. Ну а после войны он вновь стал дворцом пионеров и дошел в этом качестве до наших дней. Это не последняя наша история о знаменитых зданиях Самары шедших с нашим городом сквозь эпохи. Особняках повидавших многое. Новая история о старом в новых выпусках программы «Поисковый отряд». Не прощаемся.